Салаты, мясные котлеты, пиццы, пирожные, готовые продукции супермаркетов пользуются большой популярностью среди горожан, говорят в управлении по развитию потребительского рынка и услуг. Но приобретая салат или гамбургер, каждый покупатель рискует закончить свой роскошный ужин из магазина в больнице. Чтобы этого не произошло, специалисты советуют покупателям обращать внимание на маркировку товара, название, фирму-изготовителя, даты выработки и упаковки, а также срок годности. Если срок годности, надо обратить внимание, если маленький срок годности указан в часах на те же салаты, у которых срок годности исчисляется часами, на ту же курогриль, который срок годности исчисляется часами, если время выработки, и с этого времени начинается отсчет, то есть с окончания технологического процесса с этого времени начинается отсчет срока годности. Собственное кулинарное производство крупных торговых сетей, говорят в Управлении по развитию потребительского рынка и услуг, увеличивает поток покупателей на 30%. Потому многие владельцы супермаркетов стремятся как можно больше заполнить свои прилавки готовой продукцией, зачастую, говорят в Роспотребнадзоре, нарушая закон. Основные нарушения связаны с самим производством. Это изготовление объема изготовленной продукции превышает площади помещений. Использование дезинфицирующих средств не в соответствующей концентрации. Нарушение режимов обработки инвентаря производственного. И частично отсутствие маркировки на реализуемой продукции вне предприятия, то есть в кулинарном отделе магазина. Как сделать так, чтобы и покупатель остался довольным запеченной рыбой или булочкой с начинкой, и продавец не понес убытки в виде штрафов и потери лицензии. Сегодня в одном из супермаркетов специалисты надзорных ведомств провели семинар «Роскошный ужин из магазина». Они познакомили владельцев крупных торговых сетей с правилами технологического процесса и нормативами реализации продукции. Цель его это, конечно, определить тенденции развития кулинарных производств, обратить внимание руководителей на те нарушения, которые, как наиболее часто встречаются при производстве кулинарной продукции. Ну и, конечно, познакомить всех руководителей предприятий общественного питания, у которых еще нет таких производств, но есть возможность в организации. На «Роскошный ужин» собралось порядка 30 технологов и владельцев супермаркетов. Среди них «Мегамарт», «Монетка», «Лэтленд», «Аорта» и несколько столовых. Семинар, говорят специалисты, поможет повысить качество готовой продукции и избежать нарушений.